Весна, самое время попробовать что-нибудь новенькое, например, хобби. Если вы любите скорость, терёп автомобилей точно так же, как их любим мы, с телеведущей СТВ Ольгой Барлаковой, тогда картинг то, что вам нужно! Этот вид спорта и развлечений не что иное, как гонки на картах, в простейших гоночных автомобилях без кузова. Считается, что картинг придумали военные лётчики после Второй мировой войны. Они устраивали гонки по лётному полю на тележках для подвоза авиабомб. В мае 1960 года картинг был официально признан видом автоспорта. Сегодня же для тех, кто от спорта далёк, но без острых ощущений жить не может, картинг стал отличным хобби. Относите и себя к числу любителей драйва и скорости? Маленькие, но такие лихие карты ждут вас! Это ничего не опасно, не страшно. Человек приходит, даже если он первый раз, он проходит инструктаж, заполняет бланк специальный, там всё написано. А потом ещё повторно, перед тем, как садиться в машинку, проводим ему дополнительный инструктаж. Во время заезда нельзя вставать ни в коем случае. Что-то случилось, обязательно поднять руку. Не высовывать ни руки, ни ноги, ничего. Ну, за территорию машинки. Ну и врезаться, соответственно, специально тоже нельзя. Надо как, ну, аккуратно. А ну, можно, но это если случайно. А если человек едет, и просто вот стоит машинка, он едет и сзади в неё бьёт, либо в бок. Это уже нарушение. Мы предупреждаем, на второе такое замечание мы уже снимаем заезды. Инструктаж пройден, техника безопасности, кажется, соблюдена. Самое время опробовать эту чудо-машину. Несмотря на то, что эта машинка выглядит вполне себе безобидно, развивать скорость она может до 260 км в час. Поэтому, если вы решили пренебречь защитной экипировкой, распрощайтесь с этой далеко не самой лучшей идеей. Ольга Бурлакова, в отличие от меня, к заезду, похоже, готова полностью. Комбинезон, перчатки, шлем, зелёный свет, педаль газа. Поехали! Первый раз, на самом деле, каталась сегодня. Сложности для тех, кто за рулём. У меня стаж 9 лет. В общем-то, мне не составило труда сесть и поехать. Но я думаю, кто первый раз сядет, это немножечко такой, конечно же, серьёзный экстрим. И для организма, и для вообще, для психики, наверное. Хотя вот малыши классно катаются. Ну, я смотрю, тут мальчиков много. У них, наверное, это в крови. Прямо в пелёнок они уже готовы сесть и поехать на машине. И действительно, пока мы катались на картах, нас то и дело старался подрезать маленький гонщик. Саше Иванову всего 7 лет, но он уже не понаслышке знает, что значит, когда ветер свистит в ушах. Я маленький, люблю очень машинки. Я очень их обожал. Мама и папа всё время их покупали. Я всё время их играл, ломал их. Мне новые покупали. И мне решили получить катать. Это на картах. Сегодня аж двух девочек зацепил. Зацепил – не то слово. Мы с Ольгой Лихойноров, маленького гонщика, оценили по достоинству. И всё же позиции не сдавали. Нам, девчонкам, тоже, я думаю, не мешает таким экстремальным спортом каким-нибудь заниматься. Весна, надо же куда-то девать. Энергию. Высвобождайте лишнюю энергию именно таким способом, каким сегодня это делали Ольга Бурлакова, Ксения Гиберш, Андрей Зарецкий. И ваше настроение всегда будет на высоте.